Управление – это командная игра, и эффективна та команда управленцев, в которой наилучшим образом используются возможности каждого ее участника, а работа идет на общий результат. Это подтвердила стратегическая сессия по разработке проектов, организованная региональным департаментом внутренней и кадровой политики. Ее участниками стали более 80 человек со всей Белгородской области. И это не только госслужащие, но и работники культуры, спорта, профессионального образования, средств массовой информации. С подробностями наш корреспондент Елена Труфанова. Мне кажется, такая многогранная проблема, но ее можно описать и вложить в этот единый проект. Суббота, 10 часов утра, мозговой штурм в самом разгаре. 8 профильных управлений, 8 рабочих площадок. Направления самые разные, от культуры и спорта, до молодежной политики и профобразования. Это студенты, а это преподаватели и мастера. Это студенты. На этом этапе всякая критика под запретом. Свободный полет мыслей приветствуется. Предложения фиксируются на листке бумаги. Сроки сжатые. Команда работает на результат. В команде выслушивается каждое мнение, которое потом способно создать уникальный продукт. Потому что проект – это продукт с уникальным результатом. И только возможность это получается, когда работают заинтересованные люди. Оформить свои идеи в проекты участникам стратегической сессии помогают профессиональные модераторы. Результаты проделанной работы представляются на суд коллег. Слоган, который мы для себя избрали в этом проекте – это «Заяви о себе». Основная наша задача, как мы ее видим, и основная наша цель – это сформировать кадровую базу региона в количестве не менее тысячи человек к 30 июня 2018 года. Коллективный поиск решений – принципиально новый формат работы. И он нашел отклик у участников стратегической сессии. Стратегическая сессия, которая создаялась, позволила творчески посмотреть на те задачи и проблемы, которые мы решаем каждый день. Вереница совещания не дает того результата, который дает командная работа, именно такая сплоченная, с мозговым штурмом за эти несколько часов, которые мы провели здесь. Снялись барьеры при общении с людьми разных должностей, разных рангов, потому что здесь был каждый на равных, он имел возможность высказать все, что он думает по этому поводу. Время потрачено не зря. С 9 до 7 мы работали, мы горели, мы придумали свои проекты, придумали, как мы на самом деле их будем реализовать. Это важно. В результате участники стратегической сессии за один день усвоили азы проектного управления и на практике применили основные инструменты. До тех пор, пока ты сам не напишешь хотя бы один проект, тебе будет страшно, тебе будет сложно. После того, как ты сам пощупаешь, что называется, руками, головой посидишь, пропишешь, осознаешь, намного проще, легче и после этого, собственно, и всю деятельность хочется перекладывать на проектные формы, потому что так действительно проще, действительно эффективнее, это менее энерговременно затратно. Но самое главное, это смена парадигмы мышления. Наши люди зачастую говорят, это невозможно. Возможно, возможно всё. Должен быть полёт, мысли, желания, внутренний драйв. Проектное управление это позволяет делать, и такие стратегические сессии это позволяют делать, когда человек почувствовал, что он может. Этот формат работы в ближайшее время освоят и представители других сфер. В планах проведение стратегических сессий по разработке проектов в образовании и строительной отрасли. Елена Труфанова, Дмитрий Боев, Новости мира Белогорья.